Разрешите, я вам расскажу о тех методах сохранения фертильности, которые используются в Национальном медицинском радиологическом центре до начала лечения по поводу рака. Так, будьте добры. Ну, вы прекрасно знаете, что мы сегодня боремся за качество жизни наших больных, но тем не менее, среди 2,5 миллионов больных, состоящих на учете по поводу онкологических заболеваний, около 20% – это больные репродуктивного возраста. Распределение больных среди этого процента – это рак молочной железы, новообразование кожи меланомы, рак тела матки, шейки матки и опухоли яичника. Основным субтратом, характеризующим репродуктивную функцию женщины, является вариальный резерв. Вы прекрасно все знаете, что физиологически у женщины к 45 годам происходит фактически полное истощение вариального резерва. И вот в зависимости от состояния характеристика вариального резерва мы выработали классификацию по высокому и низкому вариальному резерву, куда помимо возраста вошли еще и показатели ФСГ, АМГ, объема яичников и количество антральных фолликулов. И что оказалось? Что вариальный резерв у онкологических больных по определению антимюллерового гормона оказался в 41% случаев снижен уже был до начала специфического лечения по поводу рака. И вот с учетом проведенной классификации у 47% женщин тоже были выявлены низкие показатели вариального резерва еще до начала лечения. Мы уже неоднократно говорили о повреждающем действии тех методов лечения, которые используются в онкологии. Безусловно, это химиотерапия, в результате которого происходит неконтролируемый апоптоз, и до 70% случаев развивается бесплодие. И лучевая терапия, полная стерилизация женщин, некроз премордиальных фолликулов. О том, что буквально 2-3 сеанса лучевой терапии в суммарной дозе 4 ГРЭЯ могут приводить к гибели до 50% фолликулов. Вот состояние репродуктивной системы женщин после окончания лечения пациенток с диагнозом лимфогранулематоз. 124 пациентки были изучены нами. И как вы видите, что аминорея развивалась у женщин только после интенсифицированных курсов химиотерапии до 70% случаев. Также нами было выявлено, что у отдельных схем химиотерапии в 43 случаях развивалась аминорея, а у остальных наблюдалось сохранение функции яичников или развивалась дисфункция. Кроме того, была выявлена зависимость авариального резерма также и от стадии процесса. Вот этот слайд демонстрирует нам зависимость степени риска от используемого химиопрепарата, дозы цитостатика и возраста женщины. Как вы видите, что к высокому риску могут относиться одни и те же курсы химиотерапии, но в зависимости от количества используемого цитостатика. Этот слайд мы всегда показываем для того, чтобы вам показать, что 94% наших пациентов считают себя достаточно здоровыми для того, чтобы реализовать свою репродуктивную функцию. 78% хотят быть родителями и 60% пациентов все равно хотели бы испытать это счастье материнством. Мы знаем, что у нас сегодня уже есть банк генетического материала онкологических больных на базе нашего национального медицинского исследовательского радиологического центра. И этот банк как раз был вовремя создан и изменен приказ использования вспомогательных репродуктивных технологий, где вопрос о возможности использования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога, то есть нас с вами. Что же сегодня можно использовать с целью сохранения репродуктивной функции и клеоконсервации генетического материала? Это рекомендации наших американских коллег, выпущенные в 2014 году, где предлагается криоконсервация кортикального слоя яичника. И в том случае, если шансы на восстановление функций яичника после применения цитостатиков, о которых я говорила ранее, их токсичность оценивается как токсичность более 50%. Вот криобанк, я еще раз к нему вернусь. Сегодня там находится 1900 образцов. Вообще, хотелось бы отметить, что во всем мире растет число биобанков. Так, в Соединенных Штатах созданы биобанки не только ориентированные на онкологические заболевания, о которых мы сегодня говорим, но это есть и сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, дыхательной системы и другие болезни. В нашем криобанке находится генетический материал как мужчин, так и женщин. И больше сохранено у нас ткань яичника. Но кроме того, есть еще и спермы, и эмбрионы, и ооциты. Возраст пациенток в основном 21-25 лет. А среди заболеваний превалирует лимфогранулематоз, рак молочной железы и рак шейки матки. Что сегодня выполняется в нашем центре с целью сохранения фертильности до начала лечения? Пункция фолликулов в натуральном цикле, получение ооцитов из авариальной ткани перед ее криоконсервацией. In vitro multuration, культивирование – это доращивание зрелых яйцеклеток до стадии возможного оплодотворения. Аспирация ооцитов после ретрансплантации авариальной ткани, криоконсервация зрелых клеток и криоконсервация эмбрионов. Здесь показан алгоритм наших действий при поступлении таких пациентов. И, как видите, на сегодняшний день во всем мире существует два вида криоконсервации – медленное замораживание и сверхбыстрое. Обязательно перед криоконсервацией ткани часть ее посылается на иммуногистохимический анализ для исключения поражения метастатического поражения. Забор авариальной ткани производится ляпароскопически. Мы работаем инструментами фирмы Шторц. И затем, после проживания срока онкологического риска, производится аутотрансплантация девитрифицированной авариальной ткани. Этот метод был впервые применен у нас после пересадки витрифицированной ткани, хотя в мире на сегодняшний день описаны более 40 детей и начавшихся беременностей. После трансплантации медленно замороженные ткани вы видите, какой большой список этих пациентов. И вот наш пациент в августе 2015 года после трансплантации витрифицированной авариальной ткани. Американские международные рекомендации по сохранению фертильности онкологических больных, где совершенно четко прописано, что криоконсервация ткани на сегодняшний день не может предлагаться пациентам с доброкачественными заболеваниями или в качестве предложения для срочки деторождения, потому что на сегодняшний день FDA на территории Соединенных Штатов Америки эта процедура пока еще признана экспериментальной. Это те протоколы, по которым мы работали. Мы изучали жизнеспособность девитрифицированной авариальной ткани очень достаточно длинно, длительно. Этот процесс у нас составил 8 лет. Мы проводили эксперименты на мышах, затем изучали гистологический и моногистохимический анализ, проводили сравнение тканей до криоконсервации и после ее разморозки, использовали различные виды новых технологий для прорастания сосудами размороженной ткани. В данном слайде представлено кампультивирование. Это прорастание сосудов хорионолантуисной мембраны куриного эмбриона к образцу размороженной авариальной ткани. После трансплантации, витрифицированной авариальной ткани, восстановился менструальный цикл у 85% пациенток, у 43% была произведена пункция фолликулах. И вот тот клинический случай больной. Это больная не гинекологическая. У нее был диагностирован популярный рак щитовидной железы 4 стадии с метастатическим поражением лимфов узнов. И симультанно, во время с оперативным вмешательством, мы у нее произвели заборы, кривую консервацию яичниковой ткани. Получили, изучали это гистологическое заключение ткани яичника до витрификации полученной биоптаты, свидетельствуют о наличии фолликулов. Затем ткань была разморожена. И после истечения трех лет больная захотела реализовать свою репродуктивную функцию, но в связи с тем, что авариальный резерв у нее был на фактически нуле, мы предложили ей трансплантацию ее замороженной авариальной ткани. Но, как видите, девитрифицированная авариальная ткань тоже имеет фолликулы. Гистологическое заключение. Склерозированной ткани был сразу же взят, этот биоптат, у больной. А вот полученные данные по характеристике авариального резерва ФСГ и АМГ. И вот видите, что после проведенного лечения у больной АМГ составлял 0,8-0,58, а через 6 месяцев после трансплантации он составил 2,67. И в сентябре 2012 года у нас родился здоровый ребенок после трансплантации витрифицированной ткани. Наш метод запатентован, и сегодня мы можем его уже использовать у других пациентов. Далее мне хотелось бы вам рассказать о том, что делается в мире. Другой сегодня очень бурно обсуждается метод сохранения фертильности у наших пациентов – трансплантация матки. Это совершенно новый шаг в медицине, объединяющий две инновационные области медицины – репортологии и трансплантологии. Приблизительно одна из 500 женщин страдает сегодня бесплодием из-за отсутствия матки. На сегодняшний день по всему миру сообщалось об 11 случаях трансплантации, проведенных совершенно в различных разных медицинских центрах. В основном это страны Япония, Турция, Швеция, Соединенные Штаты Америки. Первая трансплантация была осуществлена очень давно в Германии, рожденному мужчине, но она скончалась через 3 месяца после последней из 5 операций из-за отторжения органа. Следующая была в 2000 году в Саудовской Аравии, в Турции в 2011 году. А вот в сентябре 2012 года впервые в мире ученые произвели расплантацию матки от матери к дочери. И под руководством нашего коллеги из Гёте-Борга, профессора Матса Фрёнестрэма, в Швеции было произведено 9 успешных операций по пересадке матки от близких родственниц. В сентябре 2014 года на свет появился первый ребенок. Таким образом, один орган соединил 3 поколения. Трансплантация матки от матери к дочери и рождение ребенка. Другая группа ученых под руководством Самуила Кима, это наш американский коллега, тоже выполнял, занимался в свое время гетеротопической трансплантацией тканей яичника. У него были получены хорошие результаты, но вот по прошествии 5 лет изучения этого направления он сказал, что всего лишь 5% пациентов возвращаются из реализации репродуктивной функции. Может быть, это как раз то, о чем говорила в предыдущем докладе Елена Григорьевна. К сожалению, в приоритете остается жизнь, а не реализация репродуктивной функции. Но, тем не менее, вот еще есть очень интересное исследование, которое выполнено нашими японскими коллегами. Эта технология называется IVA, In vitro Activation. То есть активация производится в фолликулах в лаборатории, полностью они доращиваются и потом опять трансплантируются в ткань яичника. Первый ребенок после этой технологии IVA появился в Японии в 2014 году, затем уже в декабре и в 2016 году опять же в Японии. Другое новое направление в сохранении фертильности было предпринято одной из основательниц этого направления, профессором Терезой Будровчек Акского университета. Они обнаружили цинковое излучение у человеческих яйцеклеток во время внедрения туда сперматозоиды. Но это тоже чрезвычайно важное открытие, поскольку оно дает нам новый легкий безопасный способ визуального выявления здоровой яйцеклетки, эмбриона для последующей ее имплантации. Кроме того, уже сообщено о достижении специалистов из Северо-Западного университета, которые смогли напечатать на 3D-принтере искусственный мышиный яичник. Но, может быть, когда-то мы и сможем говорить об этих успешных результатах и в человеческом организме. Хотелось бы два слова сказать о сохранении фертильности у мужчин. Мы тоже этим занимаемся. Хранение спермы производится у мужчин у нас бесплатно. Забирается она до начала лечения. Это также пациенты до 30 лет. С теми же фактическими заболеваниями лидирует лимфома у Хочкина. Вот это несколько примеров у больных с лимфогранулематозом после проведения химиотерапии, развития аномалии спермы и полной азоспермии. И в заключении мне хотелось бы сказать, что сегодня уже совершенно очевидно, что мы должны создавать банки генетического материала наших онкологических пациентов. Вообще в «Тайм» в 2009 году опубликовал 10 идей, которые смогут изменить мир прямо сейчас. И одна из этих идей – это создание банков. В заключении мне бы хотелось бы повториться, что наша основная цель заключается в обеспечении онкологических больных репродуктивного возраста не только качественным и своевременным лечением, но и высоким уровнем жизни. И если пациент, страдающий онкологическим заболеванием, молод, планирует в будущем иметь детей, то он, конечно же, должен быть осведомлен о том, что предстоящее лечение может сопровождаться развитием бесплодия. А именно создание вот этих банков биобострахования – это новый совершенно термин, который сегодня применяется методом кривого консервации генетического материала до начала лечения, подарит пациенту радость и отцовства, и материнства. Благодарю за внимание.